привет один заходи приготовился варить борщики у нас говяжьи ребра достаточно жирные тертое сало определенный секрет будет в нем капуста и так далее первым делом нам нужна плита плита кастрюля примерно наверно литра три и закидываем прям большими кусками варить один пучок корешков гопа один пучок корешков петрушки мы их завязываем ниточкой для того как раз ползлись потом не пришлось бы их головой закладываем сразу в море накрываем крышкой ждем когда закидит мясо варится приготовим дальнейшие ингредиенты нужна сухая сковородка выжигаем ее на сильный огонь и для самых бурманов которые не любят лук дети девочки жены чаще всего берем лук морковку я тебе покажу как это делается разрезаем куску напополам и разрезаем одну морковку на 4 части далее это все мы помещаем на зубкую сковородку для обжаривания до корочки что нам это даст это нам насыщенный вкус дальше мы это все поместим проварим и будет бурьер такого золотистого цвета и луковицу и морковку можно будет просто потом достать и удалить ее чтобы никого не пугало особенно таких бурманов как ты свежий высотый сок свеклы откопал сока уже мало и надавил понадобится нам еще полторы свеклы но одна большая та маленькая 3-4 картофельных капуста лавровый лист и квашеная капуста чеснок томатная паста лимон обязательно в принципе мы ждем когда он будет готов мы его перекинем в варку и дальше сделаем вкусную поджарку сегодня мы не используем растительных масел у нас будет это все сделано на тертом сале и единственное для вкуса обращения мы добавим сливочного масла это я добавляю всегда во все блюда в принципе ты уже знаешь я думаю лук у нас уже готов добавляем ждем когда закипит примерно и время всего и всей процедуры нашего кипения сюда мы больше не подходим ну наверно часа полтора точно подготовим зажарку нам понадобится две свеклы нарезать тончайшими кусочками нарежаем такие листики тоненькими кубиками у нас получились тончайшие кубики лучше все это делать большим а 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 разогреваем сковородочку берем тертое сало можно самому натереть замороженное сало натерте пол замороженное разбавить чесноком все это замешать обжать ступой добавляем 2 чайные ложки 2 чайные ложки и растапливаем его используя его вместо масла с бульона мы сейчас будем снимать пенку обязательно нужно снять процеживать бульон не нужно просто нужно тщательно снять пенку добавляем свеклу жарим свеклу до золотистой коврочки она должна немножко обжариться такой стать румяренькой пока у нас жарится мы соберем пенку так свеклу у нас обжарилась сейчас мы ее будем тушить добавляем мы томатной пасты берем кусочек сливочного масла знаю на взгляд нам 30 все тщательно перемешиваем так же нам понадобится один лимон выживаем его целиком кидаем уже в лицо сливочного масла чистый сливочным маслом я покатала покатала? да молодец хорошая новость как пленка у нас прекрасно все тушится выбираем бульончик и готов жидкость на пол паворечка Пока у нас готовится поджарка, кипит бульон, мы приготовим сейчас картошку. Картошку мы приготовим маленькими кубиками. Дальше нам понадобится карпуста. Капуста приготовили, ждем пока довалится бульон и дотушится наше тушение. Добавим одну чайную ложку сахара, можно ее сразу, можно в конце, пару минут и будем засыпать в нашу кастрюлю. Покипел, примерно час сорок, все у нас благополучно, мясо слезает с кости. Сейчас мы все это достаем, лук мы выкидываем. Мясо мы раздельно разделим на доски и потом обратно добавим. Теперь первым делом у нас в ход идет картошка. Добавляем картошку. Берем капусту, плашеная капуста с морковкой. Мы ее добавляем примерно на две части свежей капусты. Добавляем одну часть свежей капусты. Поэтому берем и добавляем также. Одновременно мы добавляем нашу жарку. Нужно подсолить, подсолить всегда пробуйте, всегда по вкусу. Я сейчас добавлю пока одну чайную ложку соли. И оставляем это все примерно минут 20-30 прокипеть, чтобы капуста стала не совсем мягкой, немножко хрустенной. Тем временем мы займемся разделкой наше мясо или то, что от него осталось. Нарежем маленькими кусочками и забросим барин. Ну а то, что у нас останется, мы отдадим нашу барабину собачку. Так, спустя 20 минут мы проверяем на сборе. Снимаем крышу. Добавляем несколько лепестков лаврового листа. 4-3 зубчика чеснока. Как в начале я говорил, у нас есть выжатый сок со свеклой. В свекле много сахара, поэтому мы всего добавляем в начале одну ложку сахара. Сейчас для того, чтобы кто любит очень темный борщ, чтобы он был красивый, мы добавим яйцо. За 5 минут до готовки. Вы видите, насколько преобразился борщ и стал достаточно темный, насколько это нужно. Оставляем кипение на 5 минут. Дальше пробуем и кушаем. Ну что, у нас прошло 5 минут. Вот. Снимаем крышку. Снимаем пробу. Конечно, настоящему небольшому нужно настоять. Сейчас попробуем. Снимаем крышку. Пошли по-моему. Неотъемлемая часть. Мы набираем зелье. Получилось очень вкусно. Будьте здоровы. Продолжение следует.